Супруги Ирина и Александр долго не думали. Как только появилась возможность, взяли ребенка и покинули свою родину, Луганскую Народную Республику. По стечению обстоятельств прибыли в Ленинский городской округ, где, по признанию самой Ирины, их радушно приняли. Сейчас семья обустраивается на новом месте. Пока что отходим от всего. Ну, надежды есть. Конечно. И таких, как супруги Ковтун в Ленинском городском округе, порядка 400 человек. Кто-то из Луганской и Донецкой Народных Республик, а есть среди беженцев и граждане Украины. Все они свои дома покинули не от хорошей жизни. Некоторые ждут победы России, чтобы спокойно вернуться на родину. Другие рассматривают Подмосковье, как возможность начать все сначала. Основная и главная задача, чтобы вам было с нами тепло, уютно, спокойно. И чтобы мы вместе с вами могли думать с улыбкой о дне завтрашнего. На днях для всех желающих гостей округа была организована встреча, где люди могли задать волнующие их вопросы. В основном это темы получения статуса беженца, правильное оформление документов, медицинское обслуживание и трудоустройство. Огромный поток людей с очень разным уровнем образования. Это есть и линейный персонал, есть люди, которые имеют высшее образование, техническое, гуманитарное. Хотят работать, хотят остаться жить в нашем районе на постоянной основе. Собственно поэтому мы сегодня собрались здесь, чтобы помочь им максимально эффективно это сделать. Актуальная тема устройства детей в школы и детские сады. Сейчас на территории округа в учреждениях обучается порядка 70 ребят разных возрастов. Директора всех их знают поименно и следят за тем, чтобы детям было комфортно. С ребятами установлены очень доброжелательные отношения. Когда мы задавали вопрос ребятам, успели ли вы с кем-то уже подружиться, они сказали, что да, даже нашли себе друзей. Вот за столь короткий период. То есть дети достаточно открытые, коммуникабельные. Также всем беженцам оказывается необходимая медицинская помощь. В том числе обследование при получении вида на жительство. Это касается и неотложного состояния на дому, это и касается обращения к нам в медицинские учреждения Витовской районной клинической больницы. Граждане могут получить всю необходимую помощь, консультацию врачей-специалистов, врачей первичного звена, сдача и прохождение диагностических и лабораторных методов исследования, и также пройти вакцинацию, если это необходимо. Помимо всего прочего, членами общественной палаты муниципалитета продолжается оказание адресной помощи беженцам. А в ближайшее время в кинотеатре «Искра» стартует для гостей оздоровительная программа занятий йогой. Юлия Погасян, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.